В зале не все работники Республиканского центра медицины, катастроф и скорой помощи. Ведь даже сейчас, в эти минуты, несколько карет скорой находятся на выездах. На передовой борьбы за жизнь и здоровье людей 24 часа в сутки. Они на чеку и готовы по первому же звонку приехать на помощь. Даже в свой праздник сотрудники скорой думают только о работе. Скромно принимают поздравления и спешат на дежурство. Я выездной фельдшер, работаю на станции скорой помощи 44 года. Я очень люблю свою профессию. Мне очень нравится, когда больному становится после меня хорошо. Очень приятно, когда больные говорят, мне вот сейчас стало легче. Я этому радуюсь. И, наверное, все радуются. В этом году работники скорой впервые отмечают свой праздник официально. Даты учредили по предложению Владимира Путина в прошлом году. Сегодня ингушские медики принимают цветы, скромные подарки и, самое главное, слова благодарности. Скорая помощь – это как бы пожарная медицина. Они первым приходят на помощь, первым оказывают первую помощь. Как они окажут, как они вовремя приедут, зависит многое. Фельдшеры, медсестры, диспетчеры, водители, работники скорой помощи – это не просто квалифицированные медики, у которых огромный опыт и багаж знаний. Это люди, которые, вне зависимости от ситуации, умеют быстро принимать решения. В апреле месяце, 7 лет, как я работаю. Работаю, как бы вам сказать, вызовы бывают разные. Когда, как. Уже раз 15 вызовов в сутки бывает, ну раз 18, до 20 бывает вызовов. 2-4 часа в сутки. Сложно, когда вот на трассу выезжаешь, вот тут же не святого города, ничего нету. Федеральная трасса, бывает там обильный поток, когда идёт машина, выехать, вот бывает сложно. Сложно бывает на некоторых вот сельских улицах, где вот деревья провисают, там вот, где невозможно проехать, а сверху все бегалки нам ломают. В период пандемии число обращений в скорую возросло почти в 4 раза. Порой в сутки было свыше 220 вызовов. На скорую я вышла работать в 2020 году, в самый сложный год, можно сказать, вот с началом пандемии. Профессия сама врач скорой помощи, она очень сложная, очень ответственная. И представляете, выхожу на работу, и тут такая ситуация, связанная с пандемией. Естественно, было очень страшно работать, но мы никогда не опускали руки, всегда ездили первыми на помощь. Скорая медицинская помощь в республике представлена тремя станциями и столькими же отделениями скорой медпомощи, которые оснащены автомобилями с системой ГЛОНАСС. За последние три года из резервного фонда правительства России регион получил свыше сотни автомобилей скорой медицинской помощи. Произошло слияние, поэтому сейчас мы называемся немножко по-другому, республиканский центр медицинской катастрофы и скорой медицинской помощи. И ввиду объединения у нас увеличилось количество сотрудников, ну где-то 400, примерно, может, 450. А что касается бригад, то количество бригад тоже за счет объединения увеличилось. За счет этого, то есть у нас 83 бригады, из них и врачебные есть, и фельдшерские бригады есть. Ввиду того, что увеличилось количество бригад, у нас уменьшилось время доезда до пациента, сократилось время. То же самое и до ДТП. Вот это вот плюс. С праздником работников скорой помощи по всей стране поздравляет и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Этот праздник был учрежден в сложный период, когда только пандемия начиналась. Именно на службу у скорой помощи легла серьезная задача доставки и оказания медицинской помощи тяжелым пациентам с COVID-19. Ваш труд – это огромная ответственность и самоотверженность. И в условиях глобальной борьбы с инфекционной угрозой и в обычное время вы оказываетесь рядом с пациентом именно тогда, когда он очень нуждается в вашей помощи. Сегодня ваша служба состоит более чем из двух тысяч отделений и подстанций скорой медицинской помощи. Это десятки тысяч медицинских работников и миллионы спасенных жизней наших сограждан. В прошлом году сотрудники скорой выезжали на вызовы более чем в 45 миллионах раз. Развитию службы в последние годы уделяется особое внимание. Идет постоянное обновление материально-технической базы. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своем послании Федеральному собранию поручил дополнительно направить пять тысяч новых автомобилей скорой помощи для работы в сельской местности. Повышение медпомощи, разработка и внедрение передовых методов диагностики и лечения были и остаются приоритетными задачами для системы здравоохранения страны. Амина Бокова, Магомед Дедигов, Новости 24.